Миноградинка Pictures Golden Hands Production Представляют Домашняя чаобата с оливками и розмарином Это ингредиенты, которые вам понадобятся для теста Мука, вода, соль и дрожжи Для хлеба лучше выбрать муку с высоким содержанием белка 12-13 О том, сколько белка в вашей муке, вы можете узнать, заглянув на обратную сторону упаковки Просейте муку в глубокую миску Добавьте соль Сухие дрожжи И хорошо перемешайте Лейте воду в несколько приемов, постепенно замешивая тесто Когда мука с водой хорошо объединилась и тесто уже однородное, без сухих комков муки Все на этом процесс закончен Закройте миску пленкой и оставьте в теплом месте минимум на 10 часов Когда тесто уже готово, займемся начинкой Для начинки в чаобату можно использовать оливки, розмарин, вяленые томаты, чеснок То, что вам больше нравится Нарежьте оливки небольшими кусочками Свежий розмарин тоже мелко нарежьте Я думаю, что здесь можно использовать и сухой, и измельченный розмарин Просто, когда я снимала этот рецепт, у меня как раз на балконе вырос огромный куст розмарина Поэтому моя чиабатта со свежим розмарином Стол хорошенько присыпаем мукой и аккуратно выкладываем тесто Немного растяните тесто в стороны, так, чтобы получился прямоугольник Выложите оливки и посыпьте розмарином А теперь нужно каждый край теста сложить к середине Удобнее это делать будет с помощью скребка Вот здесь вы можете видеть, что я муки-то не досыпала Поэтому не повторяйте моих ошибок И насыпайте побольше, чтобы потом не отлеплять тесто от стола Разделите тесто на две части Переверните так, чтобы шов оказался внизу И переложите чиабатту на противень Накройте полотенцем и оставьте подходить примерно на 30-50 минут Духовку разогрейте до температуры 220 градусов И поставьте на дно металлическую миску с горячей водой Так мы создаем в духовке эффект пара Для того, чтобы корочка у чиабатта получилась более тонкой и хрустящей Первые 15 минут выпекаем с паром Через 15 минут миску с водой убираем И снижаем температуру до 180 градусов И так печем еще примерно 20-25 минут Готовую чиабатту переложите на решетку Дайте ей остыть А потом, конечно же, ее нужно разрезать и съесть Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые рецепты Ставьте лайк, виртуальные обнимашки И до встречи в новых фильмах!